Дворца культуры 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 города. В открытом акционерном обществе «Беларусь-Калий» сегодня трудится более 6 тысяч представительниц прекрасного пола. Для них была подобрана специальная концертная программа. Сюрпризы, подарки и цветы поднимали настроение милым дамам. Песня «Беларусь-Калия» Песня «Беларусь-Калия» в отделении грануляции на вторую фабрику. Ну, как бы мне понравилось. Коллектив хороший. Меня никуда не цянуло. Никакой романтики, ничего. Здесь хорошо все. Старшая дочь работает на у меня же на грануляции. Я в третьей смене, она в первой. Младшая работает на фабрике с интерфуховщиком. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей, Елена Зубеня была удостоена звания «Заслуженный ветеран труда общества». Почетную награду женщине, а также трем ее коллегам вручил генеральный директор «Беларусь-Калия». Также 11 работниц предприятия удостоились звания «Ветеран труда». Иван Головатый выступил со сцены со словами поздравления в адрес тружениц общества, которые ежедневно выполняют сложные и ответственные задачи, достигают новых профессиональных высот и при этом всегда остаются хранительницами домашнего очага. «Готовились с такой концертной программой поздравлять вас в прошлом году, но, к сожалению, по ряду причин независимых от нас не получилось. И мы искренне рады, что такая возможность появилась сегодня. И действительно, сделать некую паузу, паузу в производстве, паузу в каждодневных делах, чтобы можно было сказать сегодня вам слова благодарности за вашу теплоту, заботу, которую вы даете. Ведь сегодня теми чертами, которыми наделила вас природа, это и нежность, это и целевремленность, зачастую эмоциональность. Вы создаете уют в своих семьях, гармонию в каждом своем доме, на производстве, выполняете задачи нелегкие, зачастую которые ставятся, и все это вам по плечу». В рамках мероприятия «Весеннее настроение» женщинам дарили песни, танцы, внимание мужчин и россыпи цветов. Отметили в рамках праздника и коллектив животноводов молочно-товарной фермы номер 2 Величковичи ООО «Беларусь-Калий-Агро», который стал победителем областного соревнования за достижение высоких показателей в производстве молока. Коллектив не только достиг результатов 10 151 килограмм, но и превысил показатели предыдущего года более чем на 1130 килограмм. «Наверное, тот труд, который мы, может быть, зачастую не видим, по крайней мере, не каждый из нас, это те достижения, которые действительно даются тем нашим замечательным работницам, которые встают очень рано, ложатся поздно, как и на производстве. И действительно, может быть, чтобы оценить те достижения, казалось бы, на тысячу больше, 10 тысяч, это много или мало. Еще совсем недавно у нас были результаты и есть результаты на некоторых других фирмах, где мы дуем и 6 тысяч только в год. Поэтому это действительно замечательный результат и огромные вам слова благодарности и низкий поклон в вашем лице всем другим нашим сельским хозяйствам». После торжественной церемонии награждения прекрасных дам ждала яркая творческая программа. В этот праздник красоты для работниц «Беларусь-Калия» было все – подарки и цветы, песни, почетные награды и, конечно же, выступления артистов, которым с удовольствием подпевали. В ходе вечера все девушки предприятия получили заряд хорошего настроения и не сдерживали счастливых улыбок. Организации города поздравляют трудящихся женщин, а вот общественные объединения не забыли и о тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Труженицы тыла, которые в военные годы наравне с мужчинами работали на заводах и тяжелом производстве. Именно к ним заглянула наша съемочная группа. Активисты общественной организации «Белая Русь-Солигорска» накануне Международного женского дня уделили внимание женщинам, которые своим нелегким трудом заслужили почет и уважение. Алевтина Григорьевна Барт, выйдя замуж, переехала с семьей в Солигорск. Работала на производстве. На пенсию ушла в 70 лет. В годы войны она вместе с тысячами женщин по всему СССР трудилась в промышленности. Обмотчицей на магниевом заводе в Соликамске. У всех женщин работали. Ну таких, как я, было двое нас. У Снецова Лида была, у нее тоже никого не было. И я. А там хлопцы, мужиков не было. Ну и мы тоже мотали электронные моторы. Алевтина Григорьевна родилась в 1927 году. Годы, конечно, берут свое, но женщина она общительная, неунывающая и любит принимать гостей. Такому задору можно только позавидовать. Я считаю, что, конечно же, нужно чтить и помнить подвиги тех женщин, которые воевали в годы войны. И это женщины, которые сегодня являются образцом для подражания для молодого поколения. На них нужно равняться. Еще одно мероприятие, приуроченное к главному женскому празднику, прошло во Дворце культуры. Супер бабушка и супер прабабушка. Для того, чтобы доказать свое право называться бабушкой с приставкой «Супер», женщинам пришлось преодолеть несколько конкурсов. Женщины элегантного возраста. Кто-то принимает участие впервые, а кто-то уже не новичок. Накануне прекрасного женского праздника во Дворце культуры состоялась уже полюбившаяся с олигарчанками шоу-программа «Супер бабушка, супер прабабушка». Этот конкурс у нас традиционный. У нас участвуют бабушки каждый год. В этом году участвует шесть человек. Надо же как-то их разнообразить, их жизнь. Они всегда волнуются, готовятся. И потом получают очень много удовольствия от самого конкурса, от подарков. Они очень ценят внимание, которое им предоставлено. Марина Николаевна Вишневская впервые принимает участие в конкурсе. Хотя Дворец культуры для нее как дом родной, признается участницам. По призванию ткачихам. Всю жизнь проработала в торговле. Уверена, что жизнь на пенсии может быть интересной и насыщенной. Во Дворец я хожу как дом родной. Я не только хожу по субботам в клуб вдохновения. Я ходю по вторникам, четвергам. Я участник Народного хора Дворца культуры. Это меня столько вдохновляет, поднимает мой дух. И не хочется стареть душой. Прошу, все приходите. Это так здорово. Не сидите дома. Шести участницам необходимо пройти четыре этапа. В визитке рассказать о себе, раскрыть таланты в творческом и кулинарном конкурсах, а также продемонстрировать наряды в модном приговоре. И каждая из участниц сделала это на отлично. Оценивали выступления конкурсанток эксперты в составе жюри. Все женщины проявили мастерство и показали, что каждая достойна звания супер бабушки. Я участвую впервые сегодня в конкурсе «Ну-ка, бабушки» и очень волнуюсь. Но меня тут… Я давно уже хожу в этот клуб. И у меня очень много друзей, подруг, которые меня будут поддерживать. Действительно, поддержка зрителей ощущалась. Ведь здесь все как одна большая семья. Атмосфера дружеская и непринужденная. Бабушкой с приставкой «Супер» стала каждая из участниц своей номинации. И каждая получила подарки и дипломы от Дворца культуры и Белорусского союза женщин. А на этом все. Это был специальный репортаж от Солигорского телевизионного канала, посвященный главному женскому празднику 8 марта. Всего доброго.